Доброе утро, дорогие телезрители! Вы только посмотрите, кто приветствует вас. Не только Яна Басовна и Антон Богданов, но и люди-великаны. Павел Армянинов и Дарья Армянинова. Поприветствуйте наших гостей. Приветствую вас в прямом эфире. Можно рядом встать, но просто для того, чтобы показать, насколько... Да, можете ближе вставать. Четыре с половиной метра это, да? Три с половиной. Три с половиной. Три, ровно. У вас, то есть, получается, в райдере стоит, чтобы площадка именно была такого масштаба, а какие-то эксперименты вы не ставили в помещение с более низким потолком? Ну, с более низким это будет вот так тогда. Это не очень удобно. Вообще, лучше три с половиной хотя бы, чтобы высота была. Ну, чтобы нам было комфортно, что-то можно было подержать, пораздавать, побросать. А по улице это должна быть какая-то устойчивая? Асфальт или можно трава там, что-то такое? По траве вполне возможно. Главное, чтобы мы не провалились. То есть, если это утрамбованный снег, то без проблем мы на улице ходим. Скоро, кстати, масленица. Поэтому тоже мы будем участвовать. Зимой? Да. Прямо в этих костюмах? Ну, до минус десяти это реально. Ну, не в этих костюмах, конечно. Утепляетесь, да? Да. А вообще, насколько сложно это вот находиться на этих ходулях? Как-то вы встали сразу и у вас получилось? Или это методом проб и ошибок? Нет, это методом падений. Падений. Все-таки. Сразу встать и пойти, это навряд ли получится у каждого. Поэтому этому все равно надо учиться и начинать с более низких. А потом выше. Потом выше, выше. А потом еще выше ходу. Еще выше. У нас метровые. Вообще есть полтора метра, два метра, три, три с половиной, четыре метра. Это, по-моему, рекорд. На ходулях есть рекорды? Да. У нас какие? Например, карнавал День города, три с половиной километра пешком. На полутора метровых. Да, полутора метровых. Без передышки. Без передышки. В карнавале. А вот вы вот так перебираете своими ходулями. Это почему? Для устойчивости. Для устойчивости. Баланс. Баланс. Можно замереть, ну, буквально на пару секунд, да. С чего состоят ходули? То есть это такие попалки, да, и там... Можно посмотреть? Можно посмотреть, пожалуйста. Вас продержать? Вот такие ходули. Это может быть абсолютно различный материал. Кто-то деревянные делает, кто-то алюминиевый. Кому что удобно? Фантазии нет границ. Хорошо, что можно еще на ходулях делать? Да, то есть просто пройтись или как-то, можно сказать, шоу какие-то... Танцевать можно, можно ласточку сделать, например. А как ласточку? Небольшую. Ой, аккуратно. Нет, на самом деле есть номера, в цирке есть номера с ходулистами, но это уже более профессионально, это для сцен, для больших площадок. Это можно сделать, да. Может быть, видели, бабочки есть огромные там. А фотографируются часто, вот вы идете и все на них подчеркивают. Конечно, это редкость в нашем городе, поэтому многих людей это привлекает. Мне кажется, фотография всегда получается, вот какая-нибудь девочка, как я, и просто часть ходу. Снизу приходится фотографировать, да? Ну, снизу, издалека, на расстоянии метр два, три, кто как. А если мы сейчас попросим включить какую-нибудь музыку такую, и мы с вами немножко потанцуем. Пожалуйста. Ну, насколько это возможно, да, можно попробовать, конечно. Ну, вот хотя бы мы сделаем движение. Наш с тобой, Антон, метр шестьдесят сколько-то там. Медленный танец точно можно станцевать, мы уже пробовали. А, даже медленный танец можно бросать. Ничего себе. Так, сейчас нам... Появляется музыка. Это быстро. Быстро, но у нас будет своя такая, медленная. А ты... Это надо пританцовывать, конечно. Да, ну, очень аккуратно, пожалуйста, пританцовывать. А мы тоже с Антоном. Антон, рот открыл, смотрит. Я восхищаюсь. Присядочку сложно сделать. И подали, подали, они наблюдают. Можем с вами попросить. Ой, я очень боюсь. Как? Он мне так поет. Ва руки, за руки. Только мне пониже присесть. Вот так вот. Я просто такая маленькая. Можно сделать очень даже классный кадр в прыжке, если вы подпрыгнете. Нет, я боюсь. Антон, давай-ка ты, пожалуйста, пробуйте. Раз, два, три. Оп. И ловим замечательный кадр. Очень здорово. Поймали? Поймали кадр. Да. Спасибо большое. Также можно пожонглировать. Пожонглировать? Да. Пожонглировать. А у вас есть чем-то за жонглировать? Да, у нас был реквизит. Так, можно нам, пожалуйста, предметы для жонглирования? Сейчас появятся у нас жонглёрские... Можно, конечно, мячики, есть колечки, цирковой реквизит. Можно булавы. Итак, специальный номер для утреннего кофе от наших дорогих людей-великанов. Вполне. На самом деле, это могут быть любые абсолютно предметы. Ну, мы взяли всё, что вот... У нас в гостях были люди-великаны Павел и Дарья Армяниновы, которые не боятся... Высоты. Высоты и сложности, и спасибо вам большое, что добролично... Я стану рядом, постою вот с такими высотами. У нас по традиции сейчас лёгким аллёром и флёром прозвучит МДАНА.